Мои дорогие друзья, я вас приветствую на своём канале. Сегодня мне хочется поговорить о нас, о женщинах, особенно девочкам, которым 30 лет. И те молодые девочки, 30-летние, 25-летние, которые думают, что 30 лет – это навсегда, что молодость вечно. И я хочу в этом видео поговорить с вами, что, девчонки, у нас у женщин, у вас, у молоденьких, у нас, зрелых женщин, одно желание на всех. Давайте проведём со мной эти 15 минут, послушаем зрелую и неглупую женщину. Девочки, я хотела вам сказать, что я второй день уже не пью ничего. Мне хватило. Капаю глаза, капаю нос, всё. Прекратилось, мои. Да. Не знаю, может, я буду говорить многосложно, хотя я всегда общаюсь по-простому. Я хочу сказать, что, девочки, женщины, мои одногодки, давайте просто будем. И так села, и так села, и так, и так, в общем, как села, так и села. Мои дорогие друзья, я вас всех приветствую. С вами снова я. Знаете, кто я так. Вы знаете, кто я так. Знаю. Мои хорошие, что я хотела вам сказать. Во-первых, сейчас будет видео по запросу. Надеюсь, я не затяну. Это красота, здоровье молодой женщины. Ты такая, а я такая, а ты старая, а я молодая, а ты толстая, а я худая. Опа. Оп. Закрыли. Середечка. Любим. Любим себя в любом возрасте. Уважаем себя. Уважаем своего оппонента. Итак, видео по запросу, да, красота, здоровье и так далее, и тому подобное. Кто же из нас старый, кто из нас молодой. Я сегодня выпустила шуточное видео. Пожалуйста, посмотрите в шоу. Все, кто еще не посмотрел, улыбнитесь или пораздражайтесь, или научитесь чему-нибудь у меня. Не бойтесь быть смешной, не бойтесь быть красивой, не бойтесь быть в неприглядном виде. Я немножко доведена. Значит, мои дорогие девочки, большая просьба. Сегодня написать, с какой страны вы меня смотрите. Сейчас все YouTube обновляет по-новому, да, и мне необходимо знать, на какую аудиторию работать, и с какой вы страны. Что же, какие же мысли у этих женщин, какие их действия, какие их посылы. Боже мой, какой кошмар, 50 лет. Ну зачем ты меня постоянно куда-то тянешь? Я не хочу этого. Давай просто полежим. Нет, ну просто полежим. Возьмемся за руки и полежим. Ну какие деньги? Ты что, когда-то много зарабатывал? Мне, по большому счету, от тебя ничего не надо. Просто будь рядом. Там надо кое-что поделать. Я знаю, ты сделаешь. Давай просто отдохнем. Ну какой ресторан, ну какое кино, какой театр. Я тебе прошу, давай побудем вдвоем. Просто полежим. Ты же знаешь, как я устала. Ты же знаешь, как мне тяжело все это дается, я плохо себя чувствую. Я знаю, что ты меня любишь. Я знаю, я тебя тоже люблю. В смысле ты хотел со мной прожить до конца моих дней? До каких дней? Твоих или моих? А почему мы не можем себе позволить просто ничего не делать и отдохнуть? Почему тебе куда-то постоянно надо? Дети выросли. И мы можем себе позволить просто отдохнуть. Я с тобой 25 раз разводилась. И я с тобой прощалась. Каждый день почти и навсегда. А вечером я тебя встречала и любила. Всю свою жизнь. Каждый вечер. Каждую ночь. Сейчас прошу тебя. Давай просто пореши. Ах, мне 30 лет. Вот скажи мне, пожалуйста, почему мы с тобой никуда не ходим? Почему ты постоянно сидишь дома? Почему ты не даришь мне цветы? Может, ты еще на дорогу ты устроишься? Ты очень мало-мало зарабатываешь денег. Ты же понимаешь, что нам не хватает. Я устала все тянуть на себе. Мы постоянно сидим дома, мы никуда не ходим. А это твое пиво на диване. Бесконечный твой телевизор, футбол, баскетбол. Эти твои гаражные посиделки с друзьями. Мы никуда не ходим. Я не хочу с тобой лежать. Я хочу пойти в свет. Я хочу показаться людям. Мне 30 лет. У нас маленькие дети, нам нужны деньги. И мы можем на родителей их оставить и куда-то с тобой сходить. Мне 30 лет. Я не знаю, буду ли я жить с тобой всю жизнь. Скорее всего, может, я с тобой разведусь. Мне с тобой неинтересно. Мне с тобой не тепло. Мне с тобой неуютно. Ты меня бесишь. У тебя никогда нет денег. Ты не пунктуальный. Ты флегматичный. Ты инертный. Да, ты мой муж. Да, и я люблю тебя. Но как же ты меня достал? Я постоянно сижу дома. Ты видел, в чем я хожу? Я сколько лет скупляюсь в секонд-хенде. Я прошу тебя, заработай денег. Давай куда-нибудь съездим. Я так молода. Мне 30 лет. Я не хочу сидеть дома. Я не хочу с тобой лежать. Ну, девочки, почему я вам об этом, обо всем говорю? Все же понятно, что нас объединяет. В любом возрасте мы, женщины, одинаковые. У нас желания разные. Просто-напросто. И не важно, кто красивый, кто помоложе. Кому дала природа красоты. Кого-то немного обделила, и женщина старается своими ручками это все сделать. Огласки, волосы. Спорт, фигура. А кому-то дано все от природы. Мозги. Мозги. Как же нам тяжело жить без мозгов. Девочки, а мужей разве не мы выбираем? Раньше, когда я была помоложе, ну, я сейчас так думаю. Ну, жизнь учит. Мне казалось, что нас мужчины выбирают. Нет. Все мужчины, которые были в моей жизни, с которыми я рассталась, кто их выбрал? Кого развала козлами, кого любила, кого проклинала, кого выгоняла, кого обожала, за кем страдала, за кем-то плакала, кого-то хоронила. Только мы. Выбираем мы. Мы, женщины. От моего посыла открылась дверь. Кто не был молод, тот не был глуп. И ох, молодость, посмотри на свою любимую маму. Подойди, обними, поговори. Пусть она тебе расскажет, как она жила эту жизнь. Легко ли ей давалась эта жизнь? Какие отношения у нее были с твоим отцом? А мы, женщины, выветренные. Сегодня любим, завтра нет. И слава же тем женщинам, у которых хватает сила духа, пронести все отношения с одним мужчиной всю жизнь. К сожалению, не быть терпилами, не быть терпилами, а терпеть. наклонять. Где-то прогибаться и прогибать. Где-то быть королевой, где-то быть пастушкой, но где-то оставаться личностью и не давать себя в обиду. Еще раз, что нас всех объединяет, женщин, любых возрастов. Одно желание на всех быть счастливой. И в каждом возрасте есть свои прелести. Надеюсь, кто ждал маски, и кто задает мне очень много, я не понимаю этих вопросов. Надеюсь, я ответила и моим подругам. Кто понял, тот понял. Девочки, я знаю, что вы меня понимаете. Я знаю, что вы цените то, что я делаю, и то, что я говорю. Ведь, если так все просто и так все легко, будь собой, оставайся собой. Сегодня ты нехороша, завтра ты чертовски мила. Ты набрала сегодня 10 килограмм. Томати вот так. Хорошей женщины, красивой женщины должно быть много. И если мужчина тебя любит, он никогда тебя не бросит. Не в трудную минуту, не в твою полную, жирную минуту. Не в твоих слабостях, не в твоей вредности, не в твоем капризе. А если он ушел, с катерстью дорога, всегда найдется человек, который будет любить тебя. И это не банальные слова. Мы заслуживаем этого. Мы заслуживаем просто-напросто быть любимыми. но быть любимыми. Но этого мало. Услышьте меня. Девочки-красавицы, припевочки, которым вечно, они так думают, будет 30 лет. для того, чтобы вас любили, надо отдавать всю себя. Без остатка. И если он хочет играть в этот футбол, пускай идет. Он домой придет. Хочет с друзьями выпить. Да пускай идет, он домой вернется, потому что он будет знать. Дома его не будут грызть на диване, рядом любимая. Такие истины, к сожалению, многие женщины, и я в ихнем числе, это осознают на закате своей молодости и своей красоты. Мы непримиримы. Мы разводимся по пустякам. Мы не хотим терпеть. Мы не хотим, мы хотим быть просто цветком в горшке. И чтоб у нас поливали, ухаживали, а ты просто цвети. Это, пожалуйста, папику, как кичка в клетке. Будь сама собой. Не бойся своих морщинок. Не бойся своей глупости женской. Не бойся вообще своего даже обжерстла. Ты сегодня наелась? Месяц ты ешь, два месяца ешь. Ты весишь сто килограмм. Поверни. Только дурак не остановится. Ты остановишься. Месяца три, и ты пятьдесят, шестьдесят килограмм, и ты красавица. И ты никому не злишься. Ты никому не завидуешь. Ты просто любишь себя. Любишь своего мужа, свою семью. Просто за то, что он есть. И выгоняешь со своего дома всех свекровей. На порог не пускаешь. Здрасте, мама, я вас тоже очень люблю. Кофе, чай, вы свободны. Во своя сеть. До свидания. До свидания, мама. Пришла к ней в гости. Помогла все, что надо. Поцеловала. Так, знаете, горячо. Улыбнулась и сказала свекровне. Мама, если что, я всегда рядом. Да? Да. Так что, девочки, красавица, всем огромное спасибо. Надеюсь, я вам донесла мысль. Не будьте просто быть. И на толку не провоцируйте. Не надо. Нам хватает. Нам хватило. Нам хватает миру быть. Жду страны. Жду. Надеюсь на это. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok